Здравствуйте, уважаемые коллеги! Великий историк Василий Осипович Ключевский, академик, великолепный преподаватель, профессор истории, он говорил так, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Любить свою науку и любить своих студентов, вот такое сочетание делает высокое качество преподавания. Бывают люди науку свою не любят, а вот студентов не очень. Уважаемые коллеги, в психологии есть такой закон, называется закон Еркса-Дотсона. Еркса-Дотсона, два американца, давно уже в 1908 году открыли этот закон в опытах на мышках лабораторных. То есть задача была такая, мышки бегают по лабиринту, скажем, прямо направо они могут поворачивать, а если поворачивать налево, их наказывают электрическим током. Вот какая стимуляция, насколько быстро мышки запомнят, что это опасный путь налево, можно прямо и направо. Скажем, при двух вольтах разряда, мышка с пятого, десятого раза запоминала, налево нельзя. При шести вольтах запоминала с третьего раза, при двенадцати вольтах сразу запоминала с первого раза, при шестнадцати вообще переставала соображать, лезла на стенки и так далее. Это к тому, что другие эксперименты проводились, в том числе на людях, но током не били, но вот именно взаимосвязь качества деятельности человека, допустим, и мотивации, уровня мотивации. Она не линейная, как часто думают, что чем больше платить человеку, тем больше он будет работать, или чем больше его там наказывать, ругать или угроза наказания, тем лучше будет работать. Нет, там такая своеобразная парабола. То есть вот есть предел оптимума мотивации, дальше которого мотивировать не надо, будет только хуже. Ну вот такой представим себе невероятный эксперимент, что ли. Вот группа студентов сдает зачет, допустим. И вот в первом случае говорю, ну зачет будет как обычно, зачет, не зачет, ну поругаю там вас, пересдадите потом и так далее. Во втором случае те, кто получит незачет или там ниже тройки на экзамене, 50 ударов резиновой палкой по попе. А в третьем случае вот кто ниже тройки получает или незачет, выводим во двор и расстреливаем. Зачем нам такие студенты? Вот в каком случае студенты лучше забудут экзамен? В случае угрозы удара резиновой палкой. Когда просто зачет, как обычно идет, тут уже такой стимул, что желательно будет сдать для всех. А вот когда угроза смертной казни, никто не сдаст. Просто от того страха, что перемотивация наступает, слишком опасные занятия и просто всех от мозги отключатся, никто ничего не сможет сдать. Вот такой условный эксперимент, конечно, хотя жестокий. Вот это закон Йоркса Дотсона. То есть даже, вот скажем, если вы хотите сотрудника на работу пригласить, ставить ему зарплату выше, чем у конкурентов, и то вы поинтересуетесь средней зарплатой по городу, в отрасли, у конкурентов. И не надо слишком много. Не нужно обещать, а платить. Как бы некий чуть-чуть, побольше, человек уже на это реагирует, перейдет к вам работать. А вот когда слишком много, перестанет работать, как ни странно. Он срабатывает в закон Йоркса Дотсона. Он также неизыблен, как в закон стимирного тяготения. Был у нас еще в Советском Союзе, в городе Таллине, так называемая Таллиннская школа менеджеров. Основал ее Владимир Константинович Тарасов. Человек, который возглавлял тогда, как назывался это, вычислительный центр Госнаба Эстонской ССР. Вот он на базе нашей почвы, на базе наших людей, на собственном опыте, вывел интересные именно принципы управления, называет их ценностями Таллиннской школы менеджеров. Не из-за того, что он читал труды каких-то американских экономистов, эффективных манагеров, а вот им на нашей базе, у него великолепные тренинги проходят, книги, которые им нельзя купить, он их дарит только участникам своих тренингов. Уезжал в Америку, там работал, возвращается в Россию, проводит такие свои занятия. Так вот, один из принципов он выявил таким образом. Вот этот вычислительный центр Госнаб Эстонской ССР, но это были, считалось, старые времена, без нынешних компьютеров, были большие ЭВМ, но и там носители были перфоленты. И там девушки работали, женский коллектив, но они как, они не программисты, они просто исполнители, то есть набивали на перфоленты информацию, накладные всякие, сводки и так далее. Вот работа была трехсменная, три смены, двусуточная работа, вот, но девушки, женщины, естественно, не очень охотно шли работать в ночную смену, далеко ехать, на окраине города. Ну и он добился, вывел нам начальство микроавтобус и сделал так, что их привозили до дома, до работы микроавтобусом, все, значит, аккуратно, по графику и, ну, охотно стали выходить или охотнее в ночную смену, то есть, как бы, ну, уравновесил график работы, как хотел. Так, дальше он заметил, что в ночную смену, там, буфет не работает, эти девушки брали с собой термосы, бутерброды, обедали там, перекусывали, вот, и он решил тоже помочь им, добыл где-то в баре кофеварку такую барную, поставил, внедрил в этом отделе, ну, в надежде, что вот они там ночью работают, попьют кофе, опять сядут работать, ничего подобного, девушки всю ночную смену только и пили кофе до самого утра. И вот здесь он внедрил эту кофеварку обратно и вывел вот эту главную, или, может, первую ценность сталинской школы менеджеров. Добро должно быть рентабельным, иначе ему не выдержать конкуренцию со злом. То есть, в первом случае он как бы поставил ты мне, я тебе, да, я сделаю так, чтобы вас будут возить на работу и до дома на автобусе, а вы за это будете работать в ночную смену. Договорились? Договорились. А здесь он никаких условий не поставил, вот здесь пейте кофе девушке. Девушки так и поняли, стали пить кофе. Вот в работе с исполнительским персоналом это должен быть таким мощным принципом. Добро должно быть рентабельным, иначе его не выдержать конкуренцию со злом. В структуре человеческой деятельности, ну, есть такая как бы исходная триада, что ли, с чего она начинается. Потребность сначала. Потребность порождает мотив, а из мотива вытекает цель. И вот цель нашей деятельности, потом выбор способов действия, действия, коррекции действия и так далее. Вот цель всегда осознаваемая. Мы всегда знаем, чего я хочу, да, или чего я добиваюсь. Вот потребность мотива, идущая раньше, вот здесь уже посложнее вопрос возникает. Ну, вот пусть он потребный, даже простейшая потребность, точно в пище, да. Ну, представь себе человека, у которого мозгов нет, его главный орган – желудок. И вот он знает, что испытывает чувство голода, или знает, что скоро будет его испытывать. Вот как удовлетворить, если, ну, нет денег, допустим, да, в гости ходить уже как неудобно, никто не пускает. Ну, проще всего украсть. Зайти в магазин, действительно, да, подкрасться к колбасному отделу, схватить кусок колбасы и убежать. Завтра другой магазин, там в третий. Потом продавцов будут уже предупреждать, какой-то странный человек ходит, колбасу ворует. Вы смените тактику, да, встанете возле магазина, дождетесь, какой-нибудь бабушка выйдет, там купила себе тоже на ужин что-нибудь, проводите ее до подъезда, и там отберете у нее эту колбасу. Можно встать возле магазина с плакатом, вот, смотрите, я студент университета, помираю с голоду, элита нации конькет скоро отбросит. Ну, вам подадут, конечно, вы уже законно купите на собранные деньги. А можно вообще с очень странным делом заняться, пойти работать, снег чистить, там программу на компьютере составлять, ну, все что угодно, чертить чертежи. И сколько вы не будете чистить снег, чувство голода не пройдет. Но за это вам дадут условные бумажки, которые тоже обменяете на пищу. Я имею в виду, что это вот именно такая вот, ну, примитивное существо, у которого только пищевой такой потребности. Ну, мы их обычно осознаем, да, а вот какие-то социальные потребности мы можем и не осознавать. Вот зачем тебе купить вот именно этот айфон, да, или вот этот автомобиль. Потребность какая? Выпендриться, показать, что, ну, как бы самоуважение, подойдет самоуважение. Она порождает мотив, а мотив человек, как бы такой промежуточный этап. Цель-то я знаю, вот хочу видеокамеру купить. Ну, недавнее время это был престижный такой предмет, да. Потребность, ну, потому что у меня будет, а у других не будет, я, значит, как бы выше уже, да. А мотив человек начинает себе врать. Я буду сюжеты снимать, посылать сам себе режиссер, займусь монтажом фильмов и так далее, ничего подобного. Камера будет валяться, раз в полгода и будут снимать, когда гости придут, или куда-нибудь выехать на пикник, и ничего больше. Вот потребность, она часто неосознаваема самим носителем потребности, особенно социальные какие-то потребности, более высокие, чем пища. Цель всегда осознаваема, а мотив некое промежуточное звено, объясняющее, о чем мне эта блажь пришла в голову, почему хочу вот это купить, почему именно вот этот Мерседес или джип, хотя на охоту не езжу, на рубалку тоже, большой расход горючего, ну, надо, потому что круто, потому что тогда я буду выглядеть, человек сам это вот от себя скрывает, а мотивом объясняется все такое, это прям необходимо, это просто очень нужно и так далее. Ну, потребность, мотив, цель. Вот такая отряда регулирует все наше поведение. Есть в нашей психике такой процесс, который называется внимание, то есть это направленность психики на определенные объекты, имеющие для нее значимость. Внимание как базовый процесс, вот там, заметите, как мы говорим, внимательно посмотрите, да, внимание плюс зрение, внимательно подумайте, это необычная задача, внимание плюс мышление, да, или внимание, вот эту формулу всех будут спрашивать на экзамене, то есть внимание плюс память. То есть внимание как бы подстилает другие процессы, помогает им в реализации, усиливает их память наше мышление там и прочие другие процессы вот и есть еще одна характеристика внимания объем внимания то есть какое количество объектов можем удерживать зоне своего внимания этот объем равен такой цифре что ли 7 плюс минус 2 объекта не связанных между собой это может 7 приборов на приборной доске на 7 человек с которым уже провести эффективное совещание и будет именно совещание обмен мнениями не просто один говорит а 20 человек его слушает 7 плюс минус 2 вот несколько лет назад может не более 10 лет была такая ну забавная может сказать история в городе москве в московской милиции заказала систему видеонаблюдения какого-то товарища в частной фирмы он ее создал и там получилось так что на улице как висят видеокамеры но они работают не в постоянном режиме а импульсно там каждые 10 секунд меняется картинка такая статичная и там чуть ли не сотни экранов его там сидит дежурный милиционер и наблюдает за обстановкой в городе так продолжалось полгода потом один из бдительных милиционеров вдруг заметил на таком-то перекрестке все время стоят одни и те же люди стали разбираться оказывается это аферист которому заказали систему он поставил на улице муляжи видеокамер у себя на даче поставил сервер и он подавал на экрана фальшивую картинку милиционеры верили что они наблюдают ситуации в городе потому что объем гигантский у нас все это 7 плюс 10 экранов да а тут чуть ли не сотня ну естественно люди просто не понимали ситуации внимание не распределялось вот такие бывали пироги мы продолжаем наш разговор о памятных местах казань или улицах или о людях в память которых названа тайна улице нашего города одна из тоже крупнейших улиц это улица одорадского новосовеновском районе такое чувство что там живет треть населения казани но это случайно в поезде встречу человека где живете вот на дорогу я там никогда не пересекались там вроде чуть ли не дома рядом стоят ну большая действительно улица такая тоже крупный магистраль и однажды даже вот так сервер камерой стал на улице спрашивал людей с открытой камерой не закрытой вы здесь живете да кто такой одорадский выяснил что я один знаю на этой улице сказать такой владимир викторович одорадский он профессор и выпускник казанского университета участник революционного движения с лениным был знаком вот во время первой мировой войны он оказался в германии ну и там в качестве гражданского пленного как бы он его содержали подорвал здоровье несколько там в плену и в 18 году уже после революции вернулся в россию ну и вот всем здоровье это я теперь готов только кабинетной работе но собственно занимался русским архивным делом вот издание собрание течения ленина маркса энгельса он был директором слой марксизма ленинизма директ институт философии вот умер он в сорок пятом году в москве вот находясь на эти должностях вот его заслуга он такие вот обархивировал систематизировал материалы вот марксистской ленинской теории вот один из портретов художника фешин один из очень хороших картин который у нас в музее есть портрет варе одарадской там девочка сидит на столе на белой скатерти вокруг нее яблоки разложены вот фешин нарисовал дочь владимира викторовича одарадского в честь которого названа одна из красивейших крупнейших улиц казани во всяком случае я там живу до свидания а